В воскресный день скрестить хоккейные клюшки для этих ребят и удовольствие, и колоссальная работа. Все участники турнира амбициозные, и все жаждут лавров победителей. За спиной тяжелейшие упорные тренировки. Теперь пришло время встретиться на одной ледовой арене. Ошибки буквально на вес золота. Только сильнейшие получают возможность пробиться в финал из отборочного этапа соревнований юных хоккеистов клуба имени Анатолия Тарасова «Золотая шайба». Первыми на льду встретились команды города Слободского и поселка Богородского. По правилам принимать участие в турнире должны юноши 2002-2003 годов рождения и младше. Впрочем, в составах команд гостей были и девушки. Не возбранялось. Слобожане показали сильную игру. Команда постоянно создавала напряжение на чужой половине площадки. Как рассчитываете свои силы? Сначала быть, конечно, первыми, но потом уже выйти с другими ребятами поиграть. Как команда? Сильная или так себе? Ну, они много выбрасывают шайбу. Нам приходится все время бегать, терять силы свои. Мы играем всегда в пас, но сегодня нам сказали играть на скорость, на выносливость. И первую игру нам нужно забить большее количество шайб. С этим заданием ребята справились. Всего в соревнованиях приняли участие четыре сборные. Кроме Слободского факела и гостей из Богородского на лед вышли хозяева турнира – стуловчане – и спортсмены из Юрье. В итоге свою золотую шайбу в этот раз отвоевала команда из города Слободского. Второе место заняли хоккеисты из Стулова. Бронза – у сборной поселка Богородского. Состязания призваны не просто привлечь детей в занятия массовым спортом, но еще и дать возможность шагнуть из дворового хоккея в большой спорт. Получили путевку в финал областных соревнований две команды – сборная Слободского города и района. Этот важный этап состоится в Кирово-Чепецке 4 февраля. Продолжение следует...